отрывочки потому что такая хорошо вот вместе сегодня немножечко и почитаем потом вы уже сами отдельно и и почитайте подробнее потому что я слушала аудиокнигу на молоко к счастью молодец но вот там очень хорошая аудиокнига записано читает капитан абор у него очень хорошо читать книги поэтому ты просто выиграл наверное вот потому что нашла такую книжку не мама нашла чтение молодец мама да здравствуйте я знаю на еще кто-то подойдет минуточку еще и начнем давайте по поводу этой книги значит кто-то уже слушал ее так кто-то уже читала кто-то ее первый раз до виде я расскажу о чем она давай подожди мы это будем обсуждать уже потихонечку чтобы хорошо что ты читала молодец из давайте я вам потихонечку сначала расскажу про автора этой книги автор этой книги но молоко к счастью у нас сегодня книжечка авторы этой книги нил гейман а нил гейман это автор очень большого количества не только книг мы и сценария в частности вы знаете что есть такой сериал доктор кто некоторым сериям доктора кто нил гейман писал сценарии значит полное его имя нил ричард макинон гейман английский писатель значит он кроме еще сценариев и книг пишет комиксы сочиняет да придумывают и графические романы это графический роман когда вместе с ресурсами текст пишется может быть кто-то смотрел мультфильм королина королина в стране кошмаров да это по книге по его каролина да кстати книга немножечко другая но все равно и мультфильм и книга интересные звезды наш мама любимый мультик а я все думала не рано ли вам с этим с этой книгой поговорить значит мы следующий раз говорим про каролину женщин в общем-то у него книги есть веселые а есть книги которые немножечко пики страшноватые да вот каролина она немножко сказка страшненько в каких-то местах да значит у него еще есть сценарии сериала называется этот сериал за двери или никогде может быть кто-то слышал вряд ли еще смотрели вот доктор кто да потом еще у него сериал вавилон 5 он эпизод писал сценарий ну и вот этот мультфильм королина то есть у него много очень вещей которые вы знаете и последний сериал который прекрасный сериал снимался по его книге книга тоже есть написано благие знамения называется или еще доброе признаменование перевод есть мы это вы они уже писали вместе с еще одним очень интересным писателем перри прачитом и тоже очень классная книга получилась значит мы с вами можем посмотреть сегодня мы с вами вот это вот книжечку на молоко к счастью будем смотреть еще мы вы можете почитать очень интересная книжка отдых и ледяные великаны никто не читал тоже очень интересная книжка зеркальная маска есть фильм по его рассказам такая красивая очень кино похоже на алиса у стране чудес чем-то тоже можете посмотреть звездная пыль сказка хорошая то есть вы с ним принципе если еще не знакомы кто-то то у вас все впереди вот зеркальная маска его тут немножечко кадр из фильма показывает девочка которая попадает в зазеркалье там когда-то там такой мир загадочный волшебный где нужно что-то найти кого-то победить чтобы ее мама выздоровела поправилась очень красивый мир очень интересные приключения то есть посмотрите будет интересно ну а мы значит подходим к этой книжке на молоко к счастью на самом деле книжка не просто интересно да она как бы не совсем даже этого писателя получается по характеру то есть него обычно немножечко страшно все а в этой книжке у него просто смешно просто такая куча каких-то удивительных приключений смешных значит с чего началась эта история с утра дома мамы дома не было папа остался с детьми и тут выясняется что молока до доме и нету нет и не с чем есть хлопья с молоком потом да только василиса давай вот вперед не забегаем ладно мы сегодня немножечко ее по ней пройдемся хорошо вот я тебя буду спрашивать хорошо когда надо будет подсказать давай вот эти василиса уже наизусть знает книжку значит папа пошел за молоком и похоже что он где-то просто задержался заговорился с эфи это может быть а потом а потом прилетели инопланетяне да а потом папа пришел домой ему не захотелось признаваться детям том что он вот так долго ходил за молоком когда они ждали и тогда придумал целую историю вот посмотрите на эту картинку на самом деле там прекрасная вообще иллюстрации в книжке значит на этой картинке сейчас можно увидеть этот холодильник которым нет молока а еще тут можно найти картинки которые будут подсказками для папы который будет сочинять сказку да это воздушный шар волка динозавр там лежит пони с звездочками вон там где написано да и книжка про вампиров по моему там лежит внизу и они там все говорили поэтому он и так и так вампиров он нашел один да холодильнике стоял апельсиновый сок и больше ничего что подошло бы для хлопья не считая конечно майонеза кетчупа и огуречного рассола но я не считал что это подходящая заливка и моя сестренка так не считала хотя и случалось есть очень странные штуки вроде грибов шоколаде правда потом брат сознается что сестра не знала что шоколаде есть грибы но хлопья как можно их есть майонезом вы не пробовали так кто не пробовал не я да но папа сильно задержался словно летал за молоком со звезде альфа центавра у входной двери что-то стукнуло грюкнула и на пороге появился мой отец где ты был все это время спросила сестренка ну ответил он да а забавно что вы меня спросили о времени и тут-то у папы фантазия и пошла сначала он сказал что его его похитили вот такие вот инопланетяне до ужасно какие-то неприятные противные и слизистые я почувствовал как меня уносит вверх по лучу и засасывает внутрь диска но молоко к счастью еще раньше сунул в карман пальто папа все время напоминает детям что он свято берег молоко которое надо принести к завтра так а потом он убегает из корабля инопланетян до пользуясь дверью запасным выходом и прорывает временной пространстве на временной контину то есть попадает в другое пространство другое время и попадает он куда он выпадает на пиратский корабль и там королева пиратов и она говорит ты на пиратском судне братец тебя нигде не сможем высадить и логично да поэтому тебя два пути ты или присоединишься к моей команде или откажешься но если ты откажешься тогда мы проткнем твою трусливую глотку и отправим за борт кормить акул но папа как-то не хотел ни тот ни другой вариант поэтому он сказал что а почему бы мне не пройтись по доске да как это вот такой доски у пиратов была такая традиция в пиратских романах считалось у пиратов есть традиция пускать пленников по доске да и пока они проходят по этой доске потом они падают в море и тонут на самом деле папа хотел пройти по доске потому что он читал что пока пленники идут по доске как правило кто-нибудь их приходит и спасает ну как в книге или как в кино да а можете чат отключить пожалуйста мешает так ага так спасибо конечно за хорошие отзывы ребят давайте мы не будем в чете много писать и тут пока он шел по этой доске до васились вылетел воздушный шар и на воздушном шаре пластин стегозавр профессор стегозавр которого звали профессор стега значит вот такой вот прилетел воздушный шар буквально почти дирижабль таки спасение пришло и папа полез на этот воздушный шар но молоко к счастью не выпало и осталось в кармане то есть он все равно взял с собой молоко и не забыл у профессора стега были очень интересные названия всяких штучек на его воздушном шаре во первых воздушный шар у него назвался пассажирный шаровидный летатор пассажирский шаровидный летатор то есть от слова летать летатор правильно а потом что у него там было блестяторы да камушки которые блестели назывались блестяторы да что у нас там еще может быть красные очень сильные блестяторы зеленые очень сильные хрустяторы 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 да хлопья да хрустяторы нет да по моему кокосы там были кокосы кокосы правильно да это авторское название сказал профессор стега мы примерно на 150 миллионов лет в будущем но это профессор стега и своего времени скакнул на 150 миллионов лет в будущее а папа то попал в прошлое и примерно на 300 лет и вот они встретились да посередине да даже не посередине ближе к папиному времени и вот у него там вот такой вот пульт управления так а еще у профессора стега стегозавра были в пульте управления монтированы камни драгоценные алмазы сапфиры и рубины блестяторы да алмазы у него назывались особые прозрачно твердые блестяторы особо синие твердые блестяторы и как же это особо красные твердые блестяторы красно-твердые блестяторы да а вот его еще нужен был особо зеленый твёрдый блестятор. Да, ему не хватало изумруда, чтобы управлять своим машиной времени. То есть у него это ещё и машина времени был, шар. Он показывает, что у него все кристаллы на месте, если на картинку посмотреть. Ну, пока-то вот здесь на картинке нет никаких кристаллов, да? А вот на том? На предыдущей. Слабка, я тебя вижу. Да, Исей. А может здесь дырка просто вместо этого камня? Не, явно камень торчит. Явно. Так. Эти названия возникли при изобретении совершающего значительной скачки временного передвигатора. Временной передвигатор, который называется машиной времени, да? Интересно, как бы профессор Стега назвал бы самолёт? Самолёт-алитатор. Литатор, да? Воздущий. Автомолёт-алитатор. Постойте. Воздушно-моторный литатор. Воздушно-моторный литатор. Крылый мотор-алитатор. Во, потому что у него крылья. Да. А компьютер? Компьютер. Асула! Асула! Летучая машина времени. Летучая машина времени. Летучая машина времени. Вычислятор. Вычислятор, да. Вычислятор. Мой временной передвигатор с норовом. Похоже, мне нужен особый зелёно-твёрдый, блестяк. Я жму-жму кнопку, и ничего не происходит. Кнопка? Наверное, хотел сказать большой, красно-плоский. Мы уже знаем эту историю. Я уже знаю эту историю. Я она из жизни. Мы её слышали. А я нет, я не знаю совсем. Ничего подобного. Это кнопка. Я назвал её в честь моей любимой тёти Кнопелии. Так вот, в честь кого назвали кнопку, да? В честь тёти Кнопелии. Так вот. В этих благих знамениях там тоже было вот про то, что штучка была названа в честь механика, который её изобрёл. Двигатель тоже был в честь механика, которая его изобрёл, да? И кнопка в честь там какого-то человека, да? Который крестьянин, который изобрёл кнопку, да? Ну, а дальше они полетели на поиски, видимо, этого блестятора, да? И наткнулись вот на это вот. И наткнулись на вулкан такой. На гору, да, на вулкан. Похож на пирамиду, да, на картинке немножечко. Да. Вулкан. И там именно в его глазе и было вот так блестя. И папа всё время подчёркивал, что пока с ним было молоко, он надеялся попасть домой всегда, да? Я ещё дальше от своих детей, чем прежде, огорчился я. Но зато ты с молоком, утешил меня профессор. Пока есть молоко, есть надежда. Такой мудрый, такой стегозавр, да, у нас попался. Взгляни-ка вниз. Под нами просто идеальная площадка, чтобы учёные время-охотцы могли приземлить свой пассажирский шаровидный летатор. И вот это место у нас будет потом пересечением некоторых, да, действий из времени во время будут перескакивать. А воно летатора летит. Да, они попадают в святилище, да, что там делает вот этот товарищ вот на этом камне. Не знаю, по-моему, я не помню. Он ждёт, когда его принесут в жертву, да? А, да, да. У них там был плохой урожай, плохая погода. Тогда они начали молиться богам, чтобы боги им послали хороший урожай. И стали ждать сверху, да, как бы. Если бы знак сверху не пришёл, то его бы принесли в жертву, да, сказал этот человек. И тут с неба в этой штуке спустился ты со своим чудовищем, сказали они стегозавру и папе. Логично предположить, что дальше жертвой становится стегозавр и папа. Да, знак снега спустили. Значит, надо приносить жертву богам, чтобы был урожай. Но тут у папы в руках вот этот вот оказался пакет молока. И выяснилось, что плюк, вот этот вот, который божество... Который, ну, вулкан. Такой великан. Который божество вулкана был. Выяснилось, что этот плюк самолично ночью явился к жрецу. И сказал жрецу, чтобы люди, если прибудет человек с пакетом молока и стегозавра на воздушном шаре, им нельзя приносить жертву, а им надо отдать. У вас выключен микрофон. Угу. Так, включён теперь? Да. Да, хорошо. Так. Да, случайно выключили. Итак, получается, что божество каким-то образом знало, что они прилетят, знало, что будет молоко, да? И повелело отдать им вот этот зелёный изумруд. А кто на самом деле был вместо божества? Ну-ка, кто читал? Место божества... Кто, вот, да, этот вот жрец, он говорит, мне явилось божество, но он божество не видел, а только голос слышал, да, и сказала, что нужно вот отдать этим людям изумруд, да, а в жертву их не приносить. А когда жрец спросила, что насчёт урожая, голос сказал, насчёт урожая, пока не знаю. Вот. И кто это был? Может, это был папа? То есть потом-то выясняется, да, что это сам вот папа и стегозавр через время прилетали чуть раньше и позаботились о том, чтобы их не принесли в жертву. То есть этот голос Бога как бы был, оказывается, сплошное мошенничество, как всегда, обман-обман, да. Значит, ну, всё-таки это хорошо сработало, поэтому им сказали, что Плюк вам велел отдать Око Плюка, этот изумруд, но это хорошо, что он сам распорядился, потому что иначе будет обязательно великий вулкан проснётся и будет нести разрушение. Боюсь, что вулкан проснулся после этого, потому что это не Плюк им разрешил взять камень. И вот они вдруг видят, что точно такой же воздушный шар вдруг появляется над вулканом, какой-то человек из корзины выбегает, да, вставляет обратно Плюку этот изумруд, подхватывает пакет молока и обратно в корзину карабкивается и шар исчезает. То есть они сами друг друга видят, да, из времени время перескакивают и видят сами друг друга. Начинается, значит, игра со временем, пространством, со всеми этими персонажами. Вот. И папа начинает потихонечку детей запутывать, кто куда отправился, зачем это было нужно, да, и становится всё интереснее. Но... А вот он зачем? То есть молока-то пакет пропадает, то есть вот тот же похожий на них шар, они утащили пакет молока. И папа загрустил. Серьёзно. Молока-то теперь нету, надежды тоже. Этот человек в воздушном шаре похитил моё молоко. Мы запутались в прошлом между пиратами, вулканами, джунглями. Я никогда не вернусь домой, мои дети никогда не позавлютят. Мы обречены вечно скитаться в пыльном прошлом на этом шаре с горячим воздухом. Почему тут молоко? Загрустил, да? Это всё только потому, что у него... Ну, ему же надо показать, что он за молоком-то следил, следил во всём. Вот. А потом... Потом у них появляется... То есть там ещё происходит приключение, когда они перескакивают из времени во время, чтобы сделать так, чтобы, во-первых, им и изумруд отдали. И потом, чтобы изумруд этот плюк обратно вернуть, чтобы вулкан не проснулся. И чтобы молоко это, да, обратно вернуть. И вот пока они перескакивали, у них оказалось на руках два объекта из разных времён, да, получилось. То есть пакет молока один и пакет молока другой, но они одинаковые. И они не должны соединяться друг с другом, потому что иначе... То есть два предмета, которые одинаковые из одного и того же пространства. Вселенная, если они соединятся, Вселенная прекращает своё существование. Это один вариант. А второй вариант. Три гнома будут плясать с цветочными горшками на головах. Вы какой выбираете? с тремя гномами? Но там стегозавр говорил, что всё равно, что погибнет Вселенная, это больше процентов. Да, это более вероятно, да. Но мы бы хотели бы всё-таки, чтобы гномы поплясали лучше. И тут они попадают в одно очень интересное место. А мне оно как-то сразу не понравилось. Мне так как-то вот тоже не очень сразу оно понравилось. Особенно вот череп такой вот в окошечке. Под нами проплывали грозные замки, грёмые башни. Мрачноватое место. По небу проносились сонмы летучих мышей, заслоняя ущербный месяц. Не нравится мне здесь, сказал я профессору, не понимая, что тебе здесь не нравится, отозвался он. Зайдёт солнце и здесь станет чудесно. Ну, стегозавр вампиров ещё не встречал. Да? А папа уже про них читал. И вот они у нас вампиры. Так как вампиры немножко немецкого происхождения, да, то говорят, то говорят они тоже немножечко глухо. А при чём молоко? А это вся история началась с того, что дома не было молока и папа пошёл покупать молоко детям. Да, и с этим молоком у них вся эта история. Да. И вот это он всё ещё несёт молоко детям, да, из магазина. А почему там написано что? Очень сложно, потому что детям что? Так, мы вампиры, закричали они, а это у вас что? И сами вы чьих будете отвечать, а то мы вас анатомировать. Такой, знаете, немецкий такой стиль у вампиров был. Так, ну и что вы хотите на завтрак? Да, он как вампир жутенький. Завтрак. Мы сегодня ещё не завтрак. Обычно мы иметь на завтрак опарыш под апельсиновый сок. Да, да, апельсиновый сок придавать им шифость. Шифые, ширные, спагетти, зела, борза. Но если мы не имеем опарыш, мы кушать помошьми или зажарить профессор. Логика-то, конечно, интересная, да, вампиры, которые зажарят профессора, это уже не вампиры немножко. Кстати, кто такие опарыши, кто знает? Чем там воперёк? Рыба, по-моему. Опарыши, это червячки. Ага, то есть спагетти такое. Один их похоже съедят в другом месте. Так. И в итоге как они от вампиров, так, я тут не взяла это, давайте вот здесь обратно, да. Как они от вампиров спаслись, кто помнит? сначала это вампиры, что, вампиры сначала заподозрили, что у них машина времени, а если у вампиров будет машина времени, то что произойдёт? Они попадут в Машина сейчас. Они смогут весь мир завоевать, да, они могут попадать куда хотят в машине времени и завоевать весь мир. Вот, поэтому папа стал категорически отрицать, что это не машина времени, нет, это корзинка для, для чего корзинка была? Для бутербродов, да, корзинка, это корзинка для бутербродов, вовсе это не машина времени. И потом стегозавр, профессор стега, их берёт и переносит совсем недалеко, в этой же местности, только в другое время, в дневное время. Что происходит с вампирами в дневное время? Они умирают. Да, вампиры растворяются. Да, они растворились. То есть вампиры попали на солнечный свет и, как положено, вампирам растворились. При этом дети, значит, слушают рассказ папы и сестрёнка с надеждой, потому что она тут читала книгу про вампиров. А вы же, наверное, смотрели уже какие-нибудь фильмы про вампиров или книжки читали, нет? Я смотрела мультик. Мультик. У нас теперь последнее время, да, во всяких фильмах и мультиках вампиры все такие хорошие, такие все несчастные, такие романтичные, да, в последнее время. Совсем почти не страшные. И вот сестрёнка тоже с надеждой спрашивает, говорит, а может там, говорит, среди них был какой-нибудь такой хороший вампир, который очень страдал. Нет, категорично ответил папа, такого там не было. Очень понравилось вот это вот. Нет таких вампиров, там не было. Папа дальше опять летит с молоком, но в какой-то момент вдруг появляется дыра в пространстве, через эту дыру в пространстве протягивается рука, которая принадлежала какому-то благообразному господину, эта рука взяла молоко и сказала, и только сказали ему, значит, что я потом всё объясню, это нужно, речь идёт о спасении мира. И дыра исчезла вместе с молоком. Моё молоко завопил я, вторая потеря молока уже за эту историю. Он же сказал, что объяснит всё потом, напомнил профессор. Я склонен ему верить. Кто забрал молоко у Павла? В очередной раз? Он сам опять. Он сам же. Опять, опять. Когда он сражался с инопланетянами, чтобы их напугать. Да, то есть опять получается у нас такие перепады времени. Немножечко логика правда нарушается, что папа всё время друг сам с собой встречается. Ничего не происходит. Ни гномики не пляшут, ни вселенная не взрывается. И вот они уже с профессором стигом почти добираются к концу путешествия и к тому времени, и месту, где живёт эта семья, которая ждёт молоко. Долго упором ждёт. И тут не успел профессор Стега сказать, что ему было так приятно путешествовать, когда послышался знакомый уже шум, как отлетающие тарелочки от этой, да, тум-тум. И прежде, чем я успел нажать красную кнопку, мы вместе с воздушным шаром и всем прочим оказались втянуты на огромную металлическую палубу летающей тарелки, на которой толпили зеленоватые ребята, сочившиеся каплями и хмуро смотревшие на нас во все глаза, которых у них вообще-то было в избытке. Глаз, да, много было. Вон какие пришельцы, да, многоглазые такие, многоусые, и эти пришельцы, они сказали, что они хотят, чтобы папа им отдал землю. Прилетают к вам пришельцы, да, и просят перепишите на нас вашу планету. И как потом? Что делать будем? Да? И оказывается, а зачем вам, спросил папа, наша планета? А мы на вашей планете все сделаем по-другому. И что они собирались сделать? Они собирались, значит, везде вместо Эйфелевой башни поставить большую расписную тарелочку с изображением Эйфелевой башни, облака заменить на ароматические свечки. Везде, значит, вместо гор там и лесов поставить подушечки, да, вышитые. Все это у нас на что похоже? Вот эти всякие свечечки, подушечки, тарелочки. горнуто. Это еще, знаете, что? Это немножечко похоже на то, что вот когда путешествуют, да, вот сувениры привозят отовсюду и потом смотрят, да, вот тарелочка с изображением Эйфелевой башни, да, там, какая-нибудь там эта символика эти магнитики на холодильник, да, привезти. Ничего плохого в этом нет, мы просто как бы то, что ты приехал куда-то, так посмотри на то, что там есть, оно уже красивое. Зачем эти тарелочки как бы нужны особо, а эти инопланетяне они хотели всю планету, да, превратить в сувениры. Там тарелочки, тут подушечки, там еще что-нибудь такое. И вот поместим расписную тарелочку там, где сейчас торчит Луна. Луна некрасиво торчит, там тарелочка лучше будет смотреться, да. А потом заменим все красивые места Земли на расписные тарелочки с изображением красивых мест. Вместо Эйфелевой башни будет тарелочка с изображением Эйфелевой башни, а вместо Австралии мы разместим такую по-настоящему серьезную тарелищу с рисунком Австралии. И заменим все ваши горы на вышитые подушечки. У нас тоже написано самые маленькие из них весь в каплях. Ну и как там вам проект преобразования планеты? Что потом делаем, да? Потом что мы с этим делаем? Ходим вокруг тарелочки, тарелочки, да, сувенирчики. И тут еще до галактической полиции. И тут папа решил, что он сейчас соединит. То есть в этот момент как раз папа-то и добывал сам у себя тот пакет молока. То есть прорвался вот через это вот пространство, взял пакет молока, сказал, я потом все объясню. Им этот пакет молока был нужен для чего? Для того, чтобы у него было два пакета молока, одного и того же пакета, который можно совместить и будет либо конец вселенной, либо танцующей гнома, чтобы инопланетяне не захватили всю вселенную. Ну, у меня к вам вопрос такой, да? Ну, стоило это делать вообще? Ну, вот если бы на самом деле был бы конец вселенной? Нет. Ну, да, все-таки, наверное, где-то как-то планеты с тарелочками лучше, чем вообще ничего совсем. Но тут какие-то такие супермеры. Короче, папа решил напугать этих инопланетян вот этими пакетами молока. Инопланетяне испугались, да, отступили. Потом они с надеждой спросили, а может быть, все-таки можно, ну, хотя бы какой-нибудь там, ну, хотя бы ту Австралию только. Он сказал, нет, ни в коем случае. Инопланетяне сдались, но тут появилась вот такая галактическая полиция. с динозаврами. Динозавр. Да. Тут появилась галактическая полиция, в которой почему-то работали именно динозавры. С тех самых времен, которые там... Динозавры сильные. Да, с тех самых времен, которые там, бог его знает, какие-то миллионы лет назад, да. В этот момент самый громкий голос, который я когда-либо слышал, а я слышал вблизи извержения вулкана, гарпнул. Галактическая полиция, не двигаться. Руки мои дрогнули, но молоко не соприкоснулось с молоком, и мир устоял. Галактическая полиция за кем приехала? За инопланетянами. За инопланетянами, которые уже, как выяснилось, успели на некоторых планетах свои тарелочки организовать. За картинками. Они сделали 18 планет. Держи. Там есть микро-микро-мокли. Да. Вы обвиняетесь в незаконном вторжении на чужие планеты, а также в их несанкционированном переоборудовании, провозгласил внушительный тиранозавр. Вы злостные рецидивисты. Вы совершали преступные действия против обитателей 18 планет, а также против хорошего вкуса. Жители четвертой планеты Ригеля каждую ночь вынуждены смотреть на Луну с тремя гигантскими фаянсовыми утками. уточки, слоники, слоники, Так что все, что только можно. Я говорю, что в умеренном количестве это все нормально, но когда их много, то, конечно, да. Папа там интересно, на что смотрел, когда сочинял вот эти фаянсовые тарелочки. интересно, а что у него за пистолет? это автомат или все-таки шотка? Или это какой-нибудь излучатель? Не, но излучатель не похож. У излучателя обычно вот просто вот такие дулички. Он похож на какой-то старинный асидовый пистолет. Да какой асидовый Евсей? Ну, хорошо. Это стрелятор, да? Только непонятно какой стрелятор. Вот, видите, вот этого мальчика у меня на фоне? Это мой брат, который только что болтал. А, ясно. Видим. Так. Это могут быть парализаторы, это могут быть лучевые пистолеты, это может быть что-то от динозавровой эпохи такой стрелятор, который там... Когтями стреляет. Да, чем он только мог и не стрелять, да? В общем, галактическая полиция арестовывает всех инопланетян, а потом что происходит? Ну, кто помнит? Василис, помнишь? Я помню. Тимур помнил? Да, я помню. А потом папа так перенесел молоко, и оно вместе стало. Да, вместе. И там вдруг все закрыли глаза, а папа только открыл глаза, и тут выходят три пляшущих гнома с цепками на голове. Да. То есть он хотел пожать руку кому-то из тираннозавров, и, чтобы руку освободить, переложил пакет молока в другую руку, к тому другому пакету. Совершенно случайно. Мир кончился, спросил тираннозавр скрепко зажмуренными глазами. Взгляни сам, сказал я. Мы оставились на танцующих гномах. Это были не люди, но и не динозавры. Кожа их отливала лиловым, а бурады ярко-оранжевым. Из горшков а? После этого оказалось, что дингном это еще одна версия того, что мир кончился. Да. Из горшков на их головах густо росли цветы, гномы выделывали замысловатые коленца, сопровождая их возгласами эхма, оле и обана. А затем естественно так же неожиданно, как и возникли. Кстати, в аудиокниге там даже песенка этот танец этих гномов очень хорошо кстати. Там же танцевала в конце. Да, ну, аудиокнига, я говорю, Капитан Абер классно вообще озвучивает. Все. Так, ну вот. Да, у него и слышно. Итак, гномы оттанцевали, мир не закончился. Да, кстати, а кем же оказался все-таки профессор Стега. Можно я, можно я скажу? Он оказался девочкой. Да. Дамой. Оказалось, это мадам Стега, да, трудами которой восхищаются все там, динозавры. Вот. Мне даже, мне прям очень дама. вот папа с молоком оказался дома. А когда я открыл глаза, то стоял на заднем крыльце нашего дома, обшарпанном, но таком уютно. А молоко, к счастью, динозавры мне отдали, когда закончили с ним фотографироваться. Я просто вошел. И я здесь. потом мальчик сказал, что ее сестра посмотрели вокруг и увидели на календаре воздушный шар, потом книжку с вампирами, холодильник, там, где не было молока, и пони, и динозавров. Я поглядела на сестренку, она поглядела на меня, вон какие сердитые, да? Потом мы вместе осмотрели кухню. На стены календарь с воздушными шарами. Мои игрушечные динозавры и пони моей сестренки, про пони мы там пропустили, там было. Ее книжки про вампиров, рисунок вулкана, который я сделал в прошлом году, когда был маленьким, и который так и остался висеть на холодильнике. «Мы тебе не верим», сказали мы. Отец пожал плечами. «Не хотите?» «Как хотите», сказал он. «Ну, это все правда, я могу это доказать». «Как?» «Да, вот как», поддохнула сестренка. «Молоко», сказал отец, ставил пакет на стол, вот она, и вернулся к своей газете. «И все, вернее». «Но, кстати, посмотрите на картинку, посмотрите на эту пачку молока, почему они на нее смотрят так? Там монета. Там зеленая блестящая штука. Там зеленая блестящая штука. На этом пакете молока явно есть что-то, чего не должно было быть на пакете, если бы этих приключений не было. То есть автор книги, Нил Гейман, решил так, да, эту историю, просто молоко. А художник решил, чтобы вот... Вот, типа, давай-ка разукрасим историю, чтобы было все-таки доказательство. Да, чтобы было доказательство, что папа-то на самом деле действительно где-то там был. А иначе... Я не понял, это правда была у папы? Нет. Нет, это не правда. Ну, явно писатель... Он, наверное, просто, по-моему, он с кем-то встретился. У него вот так хочется закончить, потому что, мне кажется, он устал. Да он придумал, тоже посмотрел на кухню и придумал эту историю. Подумал, подумал, и решил нарисовать еще одну, типа, вот тебе молочко. Ну, на самом деле можно думать как угодно, да? Можно подумать, что это все была сказка, а можно подумать, и так интереснее, на самом деле, что это все было на самом деле. Ну, так же интереснее. даже если это... Кто первый раз читал, например... Да? Кто, например, первый раз читал, можно сказать, что... что... ну, это не сказка. Что это не сказка, да? А у вас... А у вас родители сказки рассказывают? Не читают, или я сама читаю. Нам с моим братом Евсеем читает какая-то замухлеванная колонка, которая... Ну, знаете, ассистента Марусю? Ну, да. Телефонного ассистента. Так вот, у нас такая же колонка. Алиса в смысле, что ли? Ну, Маруся. Ну, Ну, типа. А родители кому-нибудь придумывали сказку? Вот просто придумывали, вот сходу. Мы с мамой придумывали. Мама мне рассказывала на ночь, а потом я ей рассказывала. Здорово. Вот это классные вещи. Вообще надо рассказывать, придумывать сказки, потому что это интересно. Можно, конечно, вот так вот выйти, на улицу и сказать, ой, все как обычно, все такое обычное. А можно брать какой-нибудь любой предмет, да, на улице, какого-нибудь аппетита, да, и придумать про нее целую сказку. И сразу становится интересно. Но это правда интересно. Ну, вот, и поэтому папа, конечно, молодец. Даже если он не путешествовал за молоком, он очень интересно объяснил, где он был. Даже если он ничего не сделал, а монетку зеленую, там какой-нибудь приз был, знаешь, там, знаешь, на молочках прикрепляют всякие там призы. Да. Да, даже если это монетка, это на самом деле папа тоже подготовил, да, заранее, чтобы оправдаться, чтобы позагадочнее было, поинтереснее. То есть, вообще настоящий изумруд. вот, а, допустим, Каролина, да, которую он придумал, папа, Нил Гейман, да, Каролину он вообще придумывал для своей дочки, причем сначала для старшей придумывал, когда она еще маленькая была, да, а закончил придумывать и дописывал уже для второй дочки. Уже не знаю, почему, но такая, вот такой есть факт. А кто Каролину смотрел или читал? Я смотрела. Смотрите, ну, кто смотрел, читал, да? Вот какая Каролина вообще по характеру? Надеюсь, так. Ну, вот как вот, вот здесь дети, да, вот дети, которые папу готовы покритиковать, да, сразу. Есть такой, да, момент, почему папа там придумывает все это приключение. Там, кстати, есть еще такой момент, что папа сначала поставил им это молоко в качестве доказательства и пошел дальше читать свою газету, да, то есть папа тоже, в общем. Ну, да, написано. Да, не так часто их балует там особо вниманием-то. А в Каролине там девочка с родителями переезжает в дом новый, но который на самом деле старый, просто они туда приезжают жить, и как она себя ведет? Загадочная. Я бы сказала, что она на нервах играет в этот момент у родителей от души. То есть родители-то тоже, конечно, не очень-то ее слушают, но она-то тоже вот со всех сторон, и это мне не нравится, и тут мне скучно, и сюда я не хочу, и школа будет новая не такая, как надо, и ужин не тот, да, и все не так. Вот. И получается, что там такая сказка, когда у меня все время такое ощущение, что у Нила Геймана постоянно вот это вот общение с подростками, детьми в своем доме, оно очень интересно складывается. Он такую сказку придумывает, прям сразу видишь, как папа с юмором относится к этому вот всему, да, к подростковому такому капризам детским, вот, но в то же время какие-то приключения он этой Каролине напридумывал, да, такие, что прям бедная Каролина, как она оттуда выскочила вообще. Мне там понравился кот особенно. Кот прекрасный, да. Это книжку ты, Мирон, читал? Нет, фильм. В книге это просто кот, он более главный, да, то есть в книге котик такой, он без мальчика. Сейчас надо будет говорить, что время вышло, как я это скажу, я не знаю. Так, ну вы уже сказали. Ой, извините, какая-то проблема с компьютером, простите, он вообще меня не слушается, извините, пожалуйста, я воюю. Я поняла, да, у нас еще пять минут. Да, да, просто я волнуюсь, как я закончу конференцию, у меня вообще ничего не работает. сейчас мне показывает, как будто выключен. Ага, все понятно. Извините, почему. Звук выключался, все. А что там с котом было в книге? А в книге, вы, кстати, если хотите, мы можем в следующий раз именно про Каролину поговорить, если хотите. Да, я хочу, я хочу. Давайте, хорошо. А что с котом было? С котом в книге, кот, там нету мальчика просто. Там только кот, кот и Каролина. Вот, потому что делали почему-то в мультфильме надо было, чтобы Каролина не сама с собой разговаривала, а с кем-то, поэтому ввели вот этого мальчика, персонаж. А в книге нету мальчика, а Каролина сама в одиночку вместе с котом, с этим, с помощью кота, совсем разбирается. Я бы сказала, в книге страшнее немножко, потому что, когда ты один, совсем один, да, допустим, еще кот. Да, то это вообще страшновато. Там кот в конце самом куда-то отделся, зашел за стопы, исчез. Фильм. Ну, вот фильм немножко, ну, правда, фильм тоже с Гейманом делали. Так, ну, вот, вот все эти картинки. Смотрите, картинки есть в интернете, есть выложена эта книжечка с такими вот картинками. Ой, сейчас, извините, я еще хотела сказать, кто этот художник. Перекручивала, потому что это все границы у меня сейчас закрыты, где можно сдвинуть. Значит, вот это вот иллюстрации Криса Риддлла сделано, и еще есть американское издание, там другой художник иллюстрировал, ну, тоже очень классно. Вот, так что можете вот посмотреть эти книжечки, картинки, там еще не все картинки я вытащила. Вот, потрясающие картинки, послушать аудиокнигу, кто еще не слушал. И в следующий раз тогда мы про Куралину поговорим. А как называется книжка? Книжка, не знаю, но молоко к счастью. вот эта книжка, эта книжка, но молоко к счастью называется, она так и называется этой фразой, да, но молоко к счастью. Спасибо. Окши. А в следующий раз будет Куралина тогда. Давайте-то все тогда на сегодня, ребята, пусть там технически немножечко разберутся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...